Ужасное, чудовищное преступление. В городе Миас Челябинской области 40-летний бомж с ментальными проблемами, а бомжей без ментальных проблем не бывает, замерз и решил высушить свои носки на огне. Подкинул веточек в огонь. Тут приехали менты и его скрутили. И правильно сделали. Он кидал в огонь пластиковые венки, а огонь был вечен. После такого, конечно, все сломалось. Менты отвезли бомжа в кутузку и возбудили дело по статье «Вандализм». И это в порядке вещей. Полиция не может решить социальные и ментальная проблема бомжа, но может посадить его до весны. И он прекрасно перезимует в тюряшке. Заодно и накажет уголовно. То есть палку себе в отчетность заработают. Да вот, казалось бы, и все. Но нет. Кому у нас нет покоя? Нет покоя тряханутым. То есть Александру Ивановичу Бастрыкину, главе Следственного комитета. Не дремлет, Александр Иванович. Внимает региональным новостям. Изучает в лупу курьеза на местах. И вдруг бомж носками. Вот это подарок. Взвился Бастрыкин коршуном, заголосил Павлином, вызвал всех своих заместителей и адъютантов и повелел дело у ментов изъять, под свой личный контроль поставить и расследовать его совсем по другой статье. Не вандализм, а реабилитация нацизма. Часть третья. До трех лет лишения свободы или штраф до трех миллионов рублей. И все это потом без права занимать должности. Ну все. Теперь бомж будет разорен и не сможет работать начальником ЖЭКа. При этом, например, плакаты ко дню победы, когда там в виде геройских победителей рисуют фашистов, Бастрыкина не волнует. Это свои, социально близкие. А бомж оправдывает нацизм. И так во всем. Скоро половина населения Российской Федерации станет иностранными агентами. А то, что любой российский начальник, чего угодно, имеет офшор или домик в Балаге, или детей на учебе в Швейцарии, или в американском военном училище, это свои. Этим можно. Этим можно на выборах мухлевать. А этим даже наблюдать нельзя. Не то, чтобы баллотироваться. Этим лечение. Тем мучения. Этим образование. Тем юнармия и сборка автомата Калашникова на скорость. Этим бюджет на войну и пропаганду. Тем добро пожаловать в пушечное мясо. Бабы еще нарожают. Ну и что это за государственный строй? Не буду его называть. Хотя, конечно, такое.